Требуется срочная госпитализация, вызывайте скорую. Это, наверное, одни из самых страшных фраз, что некоторым из нас приходилось слышать. Больница. Действительно ли это так страшно? Давайте разберем. О, здравствуйте, здравствуйте. В этом видео я расскажу про то, как я лежала в больнице, и про мой опыт, и расскажу, стоит ли этого бояться, ну и не страшно это или нет. Но тут есть два случая. Если вы лежите, и вам очень плохо, я не знаю, у вас там болит ухо, нос, нога сломана, ну вообще-то не надо, я желаю вам только здоровья, и не надо, чтобы вы попадали в больницу. Но если все уже так случилось, и вам требуется вот прямо вот сейчас, в эту минуту, вы, наверное, думаете, что, господи, сделай хоть что-нибудь, что мне стало легче. Ну и тогда, наверное, это будет хорошее решение поехать в больницу. Но если у вас все хорошо, но вы идете к врачу, и врач смотрит на вас такими глазами, и говорит, что вам требуется срочная госпитализация, вам, наверное, очень неприятно, потому что, почему, что он увидел там такого, что мне требуется срочная госпитализация. Так было и у меня. Началось все с мастер-класса по портопиано, которое проводилось у нас в музыкалке. Мастер-класс от Димы Маликова, то, что он, по-моему, ездил по Подмосковью и давал мастер-классы в детских музыкальных школах. Не знаю, ну, так, по крайней мере, сказала мне моя мама. И, конечно, наша школа не стала исключением, вот. И я хотела пойти, ну, как бы, я не встречалась ни с одним таким популярным человеком. Ну, не было у меня такой возможности вообще никогда. И тут к тебе в школу музыкальную приезжает Дима Маликова. Вы обрадуетесь? Ну, я, да. Ну, вот, никуда я не пошла. Потому что я проснулась с больным горлом. И не могла ничего не пить, не играть. Очень... Я плакала. Мне было настолько грустно, но сейчас, я думаю, даже... Ну, ладно. Ну, ладно. Я как-то приняла это. Ну, тогда мне было очень грустно. Мама пыталась меня успокоить, вроде у нее получилось это сделать. А под вечер того же дня, это был четверг, у меня заложило левое ухо. Оно было просто заложено. Я подумала, ну, ладно, во время болезни так бывает, это не критично. Счетверка по пятницу мне было как-то больно. У меня болело ухо. Ну, и уже в пятницу было реально больно ухо. В общем, как-то я прожила день пятницы. Я уже конкретно не помню как. Но я прожила его. Но мы вызвали врача-педиатра на дом из бесплатной поликлиники. Она посмотрела как бы меня. И знаете, что сказала? Она сказала, так, ну, пейте что хотите, брызгайте чем хотите. Все одинаковое, все вам поможет. И ушла. Спасибо. Вот такая вот бесплатная медицина в Подмосковье. Ну, не знаю. Это может быть столько у нас в городе. Я не была в других городах. Вот. Ну, на следующий день, в субботу, мы пошли с моим папой. Это же были выходные. В выходные я, мой брат и мой папа едем на дачу. В субботу я проснулась. У меня я вот, то есть, везде лежала постоянно. Я лежала постоянно. И мы пошли с папой. У нас под домом, то есть, у нас же мы идем и живем в квартире. У нас дома. На самом первом этаже, там есть, как бы, поликлиника платная. Мы пошли туда, к педиатру. Педиатр посмотрела мое ухо, ну, и в целом меня прописала лекарства, антибиотики. Посмотрела ухо и сказала, там какое-то есть небольшое воспаление. Ну, вообще-то к педиатру платному у меня никаких претензий нет. Она сделала, что могла, а она не лор. И, собственно, мы пошли. Когда же я вернулась, ухо болело адски. Мой папа поехал за антибиотиками. Вообще, в этой всей ситуации, я хочу сказать, что мои родители герои. Потому что мама, мать, героиня. И все ваши мамы героини. Любите своих мам. Вот я со своим больным ухом. Меня же надо как-то успокоить. Что, ну, в общем, лечить меня, короче, надо. Папа поехал за лекарствами. Папа тоже герой. Спасибо, спасибо. А вот ты, папа, точно посмотришь это видео. Мой папа, мой самый первый зритель. В общем, долго я ждала антибиотики на самом деле. Но как-то я прожила это время. И вроде бы стало что-то легче. Капали мы в ухо. У мамы были мамины эфирные масла. И они на самом деле очень классные. Они мне часто помогали. Там между, вот тут вот, в областях носа. Вот так вот классно помазать. Все проходит. Мы думали, что с ухом будет так же. Закапали эфирными маслами на самом деле даже помогало какое-то время. Но вот когда я засыпала, спать было мне какое-то время даже страшно. Понимаете, мне было страшно спать. На утро ты проснешься, у тебя все болит. Это просто ужасно. В итоге папа приехал, привез антибиотики. Я их выпила. Вроде стало полегче. И тогда, наверное, следовало бы записаться к лору с самого начала. И когда у меня болело. Но, в общем, в субботу мы записались к лору. И пошли то ли в воскресенье, то ли в понедельник. Лор платный. Потому что бесплатная медицина, вы уже знаете какая. Прожила я как-то субботу. У меня каждый день был такой. Как-то прожить. Но с ночи, с ночи, с субботы по воскресенье, у меня ухо шипело. Оно шипело. Так же было заложено, так же болело. Но, знаете, когда вода вступает. Вот примерно так как-то. Знаете, как я слышала? Попробуйте сейчас закрыть левое ухо. Точно так же я слышала. Это было ужасно на самом деле. И после всего, чего я пережила, я уже думаю, что может быть хуже. Я знаю, хуже может быть точно. Но это был ад. Серьезно. В общем, ухо мое ночью кипело. Можно и так сказать. С утра я проснулась. Меня будет мама. Я просыпаюсь. И она говорит, подожди-ка. Идет. Идет куда-то. Я так, а что происходит? Что-то вытирает у меня в ухе. Это была какая-то желто-коричневая жидкость в моем ухе. Ее было причем настолько много, что она заполняла как бы это ухо. Все происходило с этим. С этим ухом. И запачкала мою подушку. Запачкала все, собственно. И, но, ухо мое перестало болеть. С утра оно перестало болеть. Но оттуда лила какая-то странная жидкость. И это было очень странно. В общем, мы пошли к лору в понедельник. К платному лору. Он сказал, значит, как... Мы ходили к лору два раза. Первый раз он посмотрел на мое ухо и сказал, ну, у вас острый гнойный отец левого уха. Средний. Ну, послушайте. Это звучит страшно. Действительно. И он сказал, что назначил, опять же, лекарство, чем капать в ухо. А капли, кстати, красные были. Мы иногда и убили их с каплей. Ну, он сказал, что если это не поможет, то будем думать о госпитализации. Я долго держалась, чтобы не заплакать прямо в кабинете. Я смогла не заплакать в кабинете. Я не заплакала. Или заплакала. Я, если честно, не помню. Но мне было очень-очень грустно. Мы с мамой пришли. Я не знаю, там... Мне хотелось разглядаться. Просто уснуть и не просыпаться до лета, когда это все не пройдет. Мама побежала за лекарствами. Она пришла, меня успокоила, сказала то, что... Ну, вот мы сделаем все, чтобы ты не попала в больницу. Ну, мы пытались. Мы, правда, пытались. И даже помогала. У меня перестало течь из уха. У меня оно не болело ни разу. И даже как-то постепенно стал возвращаться с лоб. Я подумала, ура! Как раз поэтому мы пошли сдавать биологию. Я пошла в школу на каникулах. Потому что я уже почти выздоровела. Лор сказал... Назначил повторную встречу. Повторный прием. Ну и, в общем, я пошла сдавать биологию и английский. В тот же день я их сдавала. Я сдала. И я выхожу со школы. Мне звонит моя подруга. Говорит. Маш, давай... Давай встретимся. И я такая... Почему бы и нет? Это же прекрасная идея. Я с ней не виделась давно. Я побежала к ней. Мы были в кафешке возле нашего дома. Было все так классно, круто. Но потом мы разошлись. Пошли по домам. Я пришла. Я почти сразу уснула. Я пришла. Я просто легла на кровать. В смысле... Ну, сейчас полистаю там ютуб. Ленту ютуба. И просто отдохнула. Я уснула. Пока я спала, я как-то неосознанно... Мне чесалось очень ухо. Я его чесала что-то как-то. Видимо, сильно расчесала. Так, что я проснулась. Оно адски болело. Просто, казалось бы, все прошло. И вот опять. И что меня спасло? Я не могла ничего. Я не могла сидеть. Мне было больно. Я не могла лежать. Мне было еще больнее. А стоять... Я не могла ничего. Я позвонила маме. Она тогда была в поездке. Она мне сказала, какие лекарства пить. Я выпила. Я сказала, пей чай. Тогда меня чай и спас от всех этих болей. Я пью чай. Я выпила. Семь кружек чая. И он меня спас. Я пью чай. У меня что-то выстреливает в них. И перестаю болеть. Я обрадовалась. Но из уха опять стала течь. Я закапала и ждала приема к Лору. Меня ждало приключение. Мы пришли к Лору. И он ужаснулся и сказал, что... Ну, выходов других нет. Сказал, едьте в больницу. Точно не нашу больницу, которая в Подмосковье, в моем городе. Потому что она плохая. Едьте в московскую какую-нибудь. И мы поехали в детскую Морозовскую больницу. Я плакала. Мы вышли. Мне было очень грустно. И я до последнего не верила, что это произойдет. Вот. Ну и я просто пришла, стала собирать вещи. Мама искала связи, чтобы нас взяли. Потому что там же... Сейчас в наше время не так легко попасть и в школу, и в больницу. И вообще куда-нибудь. Звучит как реклама, правда? Но нет. Никто мне ни за что не платил. Ну, в общем, я собирала вещи, и мне было очень грустно. В тот момент проснулся мой брат. И... Я боялась сказать ему, но он узнал об этом. Он просто подошел, обнял и сказал, что все здесь хорошо. Это было неожиданно. Потому что у нас с ним какие-то отношения. Мы в хороших отношениях, но редко такое можно слышать от него. Ну и мы переписывались друг с другом все это время. В общем, я не была без внимания. Мы поехали в больницу. Там долго стояли, регистрировались. Все вот это вот. Меня смотрели, у меня взяли кровь из этого пальца, по-моему. Посмотрели мое ухо, ничего нового не сказали. Вообще ничего не сказали. Заселили нас в палату. Даже обед дали. Пока регистрировали нас там. И как бы тот лор сказал, что маму со мной не положат в больницу. Ну, типа... Типа то, что уже так нельзя. То, что я взрослая. Но вообще-то могли. То есть там можно было так и сделать. И все, в общем, за меня волновались. В общем, я легла без мамы. Потому что я была там одна, можно сказать. То есть, никто из родных со мной не был. И мне кажется, это даже к лучшему. Потому что это был какой-то мой опыт. Незабываемый. И я даже рада этому. В общем, мама пообещала мне купить какой-то подарок. Потому что я сильно расстраивалась. Я такая, спасибо, мама. Спасибо, мама. И действительно, мы пошли в Глорию Джинс. Покупать мне одежду. И, значит, когда я там была, я легла. Я легла в больницу. В палату там была женщина с ребенком. Очень маленькая девочкой. Месяц, два месяца была девочке. Но они уже выписывались. Этой бедной девочке сделали какую-то операцию. Это, я думаю, господи. Сколько там? То есть, там очень много отделений. Онкология, вот, флор-отделения. Еще какие-то отделения. Я просто думаю. Сколько тут людей с разными заболеваниями. У меня отит, у некоторых нос, геморрит, что-нибудь. В общем, очень много всего разного. Да, женщина с ребенком в этот же день уже выписывалась. И ко мне вечером заселились еще люди. Мама с маленьким мальчиком 4-х лет. Его звали Гордей. И девочка Полина. Ей 16 лет. И мы со всеми очень классно дружились. И мне очень понравилось. Что касается всей больницы, все врачи, все медсестры там добрые. Мне попались очень добрые врачи, добрые медсестры. И все там с уважением, все так, в общем, подобрались. Это классно. Что касается соседей. Мы со всеми очень сдружились. Этот маленький мальчик 4-х лет, он очень забавный на самом деле был. И любопытно, я там могла управлять ежедневник. Он мог просто ко мне подойти и спросить, а что ты делаешь? Я такая, ну, как бы, вот, рисую. Вот, он спрашивает, а это зачем? А это к чему? А вот так вот это. Меня это умиляло и смешило. Я когда плела из бисера, он говорит, а что ты делаешь? Я плету из бисера. Он такой, а давай я тебе буду помогать. Он подавал мне вот так вот на маленьком своем пальчике бисер. Это было забавно. В общем, его мама тоже приятная женщина. Молодая на самом деле. Чем-то напоминала мне моего репетитора по математике. В целом, и внешностью, и характером. И девочка. И Полина. Я надеюсь, можно называть имена. Она тоже была очень приятной. Рассказывала мне, как вот там, в старших классах, как сдавать ОГЭ. Вот. Со всеми мы так сдружились. С Полиной. И Полина меня выписали в один день. И мы были даже рады. Но немного стало грустно. То, что вот такое приключение подошло к концу. И кто бы мог подумать, что я так плакала и не хотела туда ехать вначале. А потом мне стало грустно оттуда выезжать. И это было незабываемо. Помните, вы не одни. Ваши друзья, родители, родственники остаются с вами. Слава Богу, что мы живем в такое время, что у нас есть телефоны, мобильная связь, интернет и другие удобства. Также вас будут окружать врачи, медсестры и другие пациенты. Например, соседи по палате. И вы точно не останетесь без внимания. Я лежала в больнице пять дней, так что вы навряд ли там будете надолго. И если все-таки так случилось, что вас положили в больницу, помните, что это будет как огромное приключение. Что ж, ну а на этом было все. С вами была, как всегда, я Маша. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Я буду очень рада этому. И постараюсь вас радовать новыми видео. Ну, это видео не будет заканчиваться так, как все, потому что я хочу сказать спасибо вам, что вы меня смотрите. Ну и еще спасибо моим родителям, друзьям, родственникам, соседям, врачам, медсестрам, вору, которые у нас в доме. Потому что он, правда, хороший. И, конечно же, всей Морозовской больницы. Потому что... Меня очень радует, что у меня остались оттуда только самые хорошие воспоминания. И... Хорошие воспоминания о больнице... Это... Какая должна быть больница? Так что... Не грустите. Если вы едете в больницу, помните, что... Это будет как... Одно большое приключение, От которого... Останутся, возможно, только самые хорошие воспоминания. Ну, а я вас всех сильно-сильно люблю. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok